МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня, и я ее ведущий Максим Самойлов. В этом выпуске подведем информационные итоги понедельника. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Происшествия случились за минувшие выходные. До возобновления чемпионата России считанные дни. Футболисты проводят товарищеские встречи. И начинаем с информации от регионального МЧС. На территории области 16 июня объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ночью в северных и северо-восточных районах ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с понижением температуры возрастает вероятность техногенных пожаров. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01 или 101 с мобильных телефонов. В целом, на этой неделе синоптики прогнозируют довольно комфортные условия. Какой именно погоды ждать оренбуржцам, нам рассказали в областном гидромедцентре. Сейчас Оренбуржье находится под влиянием антициклона. Поэтому в первой половине недели осадков не будет. Ветер с северных направлений. Погода ясная и мягкая. Лишь на северо-востоке возможно похолодание. Вторник и среда – безоблачные дни. В четверг ожидается прохождение атмосферного фронта с севера на юг. А в таких случаях возможны грозы. Но это кратковременное явление. Практически вся неделя шикарно, за исключением двух дней. Это четверг у нас будет с севера фронта проходить и воскресенье. Но и усиление ветра будет у нас преимущественно в четверг, метров до 18. И воскресенье также. Температуры же, в принципе, будут достаточно высокие. Дневные будут в районе 25-30 градусов. Ночные температуры будут также в пределах 10-15 градусов. Ближайшие семь дней не должны преподнести неприятных сюрпризов. Будет не жарко и без катаклизмов. А в выходные температура повысится. К другим темам. Убрать мусор хотят заставить через суд. Комитет по защите прав потребителей обратился с иском к ООО «Природа». Общественники таким образом надеются решить одну из самых острых проблем областного центра. Жители города не первый месяц жалуются на переполненные контейнерные площадки. Исковое заявление направлено с целью защиты прав неопределенного круга потребителей и основывается на многочисленных фактах несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок города. Ответчиком выступает ООО «Природа» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Иск содержит просьбу признать действия природы противоправными. Обращение подкрепляется многочисленными жалобами оренбургцев в соцсетях и средствах массовой информации. Если суд устанавливает, что действия природы противоправные, то суд возлагает обязанность, как следствие, на ООО «Природа» эти противоправные действия прекратить и устранить. То есть обеспечить своевременный вывоз мусора и своевременную очистку этих площадок мусорных и так далее. Ну, собственно, это главное. И если будет установлено, опять же, в судебном порядке, что ООО «Природа» не в состоянии справляться с такими обязанностями, но, наверное, это будет сигнал руководству области подумать о смене регионального оператора. Общественники не считают режим самоизоляции фактором, который оказал существенное влияние на увеличение объема бытовых отходов. Они продолжают собирать информацию о несвоевременном вывозе мусора и не исключают, что иски будут поданы по аналогичным фактам в других территориях области. Первое судебное слушание в промышленном суде Оренбурга должно состояться уже на этой неделе. Работы не по ГОСТу. Компании, занимающиеся капитальным ремонтом дорог областного центра, получили предостережение прокуратуры. Подрядчиков заподозрили в отказе от использования высококачественных материалов для укладки верхнего слоя асфальта. Поводом для предостережения стала поступившая ведомство информация о возможном несоблюдении требований стандартов при выполнении работ. Специалисты считают, что в дальнейшем это может повлиять на износа стойкость дорог. Надзорному ведомству стало известно, что один из подрядчиков отказался от использования специальной, предусмотренной ГОСТом, мастики с показателями высокой эксплуатационной надежности. Мы предостерегаем подрядную организацию, заключившую муниципальную контракцию с управлением строительства и дорожного хозяйства от возможного нарушения, чтобы они не применяли при укладке верхнего слоя иные качественные асфальтовые смеси, то есть B1, A1. В случае, если применяется более дешевый асфальт, то они тем самым могут совершить либо административное правонарушение в зависимости от суммы ущерба, либо уже уголовное наказание. Предупреждение получили все шесть компаний, которые сейчас занимаются реконструкцией улиц областного центра в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прокуратуре сообщили, что после предостережения предпринимателями был закуплен необходимый компонент. Сейчас он используется в процессе работ. Несмотря на это, по окончании ремонта прокуратура совместно с контролирующими службами проверит качество уложенного асфальта. Скейт-парк в областном центре стал местом серьезного конфликта. Спортивную площадку не могут поделить между собой спортсмены и дети. Одни говорят, что объект не место для игр. Другие катаются по сооружениям для трюков на трехколесных велосипедах. Ситуация дошла до открытых скандалов между скейтбордистами и родителями несовершеннолетних. В запутанной истории разбиралась моя коллега Анастасия Кубатко. В социальных сетях это видео за несколько дней набирает сотни просмотров. Конфликт матерей и местных спортсменов разгорается в 11 часов вечера. Несмотря на режим самоизоляции, на скейт-площадке многолюдно. И заполняют ее отнюдь не экстремалы, а дети. Их матери увлечению чат не препятствуют. Скейтеры пытаются объяснить родителям, находиться ребенку здесь небезопасно. А почему он здесь не перестанет? Может вы просто уйдете и оставите ребенка? Если он, ваш мозг, а не вы. Это вообще не ваше дело. У вас будут... Объясните мне. Объясните, кому? Канирил один из участников конфликта. Молодой человек признается, подобные споры здесь возникают почти каждый день. Для того, чтобы избежать конфликтов, парень приехал на трек к 10 часам утра. В это время на месте нет детворы, а значит и травмировать ненароком никого не получится. Люди, которые здесь катаются, им это почему не нравится? В первую очередь замедляет прогресс. Во вторую очередь не хотят брать на себя ответственность, если они собьют какого-то ребенка. Соответственно, что? Мы начинаем разговаривать с родителями. Родители в основном что делают? Начинают выражать свою точку мнения. То, что так-то, так-то, это общественное место, мы оставим детей здесь. В итоге начинаются конфликты. Здесь, помню, ребята баррикадировали просто-напросто велосипедами, скейтами и так далее, чтобы дети просто-напросто не катались. Однако многие все-таки понимают серьезные ситуации. Павел каждый день приходит на набережную вместе с двумя детьми. Под его чутким контролем они выполняют пока еще не сложные, но трюки. Мужчина говорит о конфликте двух сторон. Слышал, но сам не встает ни ночью. Лишь предлагает альтернативный вариант. Вот как бы разделить взрослые часть от мелкой части желательно было бы. С одной стороны, повзрослее на велосипедах, с другой помельче. Я их привез, я за них отвечаю. Вот сижу, слежу и как бы в ответе за них. В город администрации, которой и принадлежит скейт-парк, поясняют. Детей, не достигших возраста, 12 лет должны сопровождать взрослые. До 12 лет, конечно, родители будут нести ответственность, потому что, ну, так как запрещено, родители разрешили, естественно, они будут отвечать. То есть они должны смотреть за своим ребенком. Прежде чем отпустить своего ребенка на какие-то такие площадки, как бы надо ознакомиться с правилами поведения. Именно из-за несоблюдения элементарных правил безопасности в Оренбурге остался лишь один действующий скейт-парк. Экстрим-территория в парке имени Перовского была закрыта после череды несчастных случаев. В 2018 году сразу два ребенка получили серьезные травмы. Территория была признана небезопасной, а все сооружения демонтированы. Пока о таких радикальных мерах с экстремальной зоны на набережной говорить рано. Однако спортсмены города настаивают. Проблему нужно решить до того, как ситуация приведет к беде. Анастасия Кубатко, Семен Воробьев, Новости дня. Публичные слушания в новом формате. В связи с эпидемиологической ситуацией, ежегодный годовой отчет об исполнении областного бюджета прошел в заочной форме. Подробнее в нашем следующем материале. С информацией об эффективности расходов бюджетных средств. В 2019 году могли познакомиться все желающие. В этом году общественное обсуждение проходило в новом режиме, в заочной форме. Тем не менее, это не повлияло на активность оренбуржцев. Более сотни человек прислали свои предложения, замечания и вопросы. Заместитель председателя бюджетного комитета законодательного собрания Евгений Сусоев прокомментировал процедуру обсуждения главного финансового документа в этом году и процесс обратной связи. Мы ежегодно проводили действительно публичные слушания, значит, в открытой форме. Но всегда, значит, тогда было более ста человек. Сегодня мы не можем рисковать этим. Значит, провели процедуру заочно в электронной форме. Где размещалась вся информация? Информация разместилась на сайте законодательного собрания. Люди могли, значит, написать, значит, вопросы, предложения конкретно, значит, свои. И я конкретно могу сказать, что все вопросы, которые, значит, они написали и предложения, будут обязательно, повторяю, обязательно даны подробные ответы. В профильный комитет поступило 106 анкет. В центре внимания оренбуржцев вопросы качества бюджетного планирования. В том числе по программе обеспечения жильем детей-сирот, финансирование некоммерческих организаций и социальной направленности. Процедура общественного обсуждения предусматривает и обязательную оценку экспертов. Полная видеоверсия их комментариев доступна на сайте законодательного собрания. Говоря об исполнении бюджета за 2019 год, следует отметить ряд достижений. Первое – это профицитный бюджет. Второе – это снижение государственного долга более чем на 2 миллиарда рублей. В том числе большая часть снижения пришлась на уменьшение рыночных заимствований, что также говорит о высоком качестве управления общественными финансами и характеризует уменьшение расходов на обслуживание государственного долга. Заочное обсуждение главного финансового документа постарались сделать максимально открытым и удобным для оренбуржцев. На все вопросы, поступившие в комитет, будут направлены ответы до 10 июня. А депутаты областного парламента дадут свою оценку. Исполнение бюджета Оренбургской области за 2019 год уже на очередном заседании законодательного собрания – 17 июня. Светлана Семенида, Владимир Жидов. Это новости дня. Во второй части программы вы узнаете. 62 новых случая. Обновленные данные по заболеваемости COVID-19. Смертельные ДТП, факты браконьерства. Какие происшествия случились за минувшие выходные? До возобновления чемпионата России считанные дни. Футболисты проводят товарищеские встречи. Мы продолжаем и сейчас к новостям экономики. Уровень потребления в Оренбурге растет. Причем по этому показателю областной центр входит в пятерку лучших городов по всей стране. К такому выводу пришли аналитики одного из крупнейших банков России. Исследование базируется на показателе индекса потребительской активности. Индикатор оценивает продажи товаров. А за основу берутся данные о количестве торговых точек и разнообразии покупок населения. Отмечается, что общий уровень потребления во всех городах рейтинга только возвращается к значениям прошлого года. Кемеровская область – единственный регион, где общий объем трат показывает наименьшее падение за весь период карантина. Оренбург в рейтинге положительной динамики делит третью и четвертую строчку с Майкопом. Индекс областного центра – 62. Это всего на 5 пунктов ниже, чем год назад. По словам специалистов, такое значение говорит об обычном уровне потребления в городе. Если индекс свыше 80, потребление можно считать разнообразным. Если ниже 40 – ограниченным. Переходим к новостям из мира финансов. Здесь ситуация меняется каждый день. Так, за минувшие сутки иностранная валюта заметно прибавила в цене. Доллар подорожал на 1 рубль 28 копеек. Евро – на 63 копейки соответственно. Данные Центробанка на 16 июня вы видите на своем экране. Перейдем к теме коронавируса. Пациенты ковидного центра жалуются на состояние палат. Видеообращение в социальных сетях опубликовала одна из госпитализированных. Женщина сообщила, что была доставлена в 1-ю городскую больницу Оренбурга 13 июня. У нее подтвержден диагноз – коронавирусная инфекция. На кадрах шестиместная палата. Кроме автора ролика, в помещении еще три пациента, которые также поддерживают возмущенные высказывания. Негодование вызывает кровать, которая определена пациентке на время лечения. Матрасы страшнючие, вонючие, грязные, подушки вообще неподъемные. После того, как это видео было опубликовано в социальных сетях, профильное министерство организовало проверку. Ведомстве пояснили, что для оценки состояния палаты привлекли главного эпидемиолога области. Именно он вынес заключение об удовлетворительном санитарном состоянии помещения. По официальным данным, такой вид постельного белья и матрасов объясняется частой обработкой в дезинфекционной камере. Она проводится после выписки каждого пациента. В условиях пандемии без такой обработки не обойтись. После обработки паром в дискамере внешний вид изделия меняется. Появляются потеки, вата и перо частично комкуются. Изменяется цвет белья, появляется специфический запах. Эти изменения неизбежны. Качество камерной обработки проверяется смывами на бактериологию. Положительных находок не было. И в продолжении темы. За последние сутки в регионе зафиксировано 62 новых случая. Эти данные приводит Федеральный оперативный штаб. Общее число инфицированных в Оренбургской области достигло 2830 человек. 1950 из них уже выписаны из лечебных учреждений. 26 оренбургцев выздоровели только за последние сутки. Число летальных случаев осталось на прежнем уровне. Напомним, на данный момент 11 жителей области скончались от COVID-19. И о других новостях этого дня. Надежда Петина передает в дар Оренбургцам дом-мастерскую. Здание, расположенное в центре города на улице Комсомольской, наследие династии мастеров Петиных. Мастерская станет филиалом Оренбургского музея изобразительных искусств. Почему принято такое решение? И каким по задумке Министерства культуры станет этот дом далее в нашем сюжете? Мечта моей жизни создать музей после моего ухода. Дома, в котором трудился Гавриил Петин, художник-самородок, признанный в Советском Союзе скульптор, уже более 80 лет. Здесь же получила первые навыки и продолжила дело отца сама Надежда Петина. Заслуженный художник РСФСР, почетный гражданин Оренбурга, Надежда Гавриловна долгие годы создавала здесь свои скульптуры. Автор известных всем горожанам Пушкина и Даля, памятник Горячкову, Бюстер Ахманинову и статуэтка литературной премии «Капитанская дочка» идею создать музей вынашивала долгие годы. Я пыталась продать этот дом, но продать тому, чтобы здесь все-таки был музей. Частного лица не нашлось, а другие руки я не хотела продавать, потому что давали приличные деньги. Я решила все-таки не продать этот дом, а подарить городу, области. Обязательное условие здесь будет музей скульптуры Петинах и его предназначение просвещать. В городе ставят черти что, и это называют скульптуры, а это совершенно не скульптуры. Поэтому вот если будет музей, люди будут образовываться, понимать и украшать будут город лучше. Решение о передаче семейной мастерской, работ и личных вещей именитых скульпторов в Дар области эксперты называют беспрецедентным. Документы сейчас в стадии оформления. Мы на себя возьмем определенное ответственность для введения в порядок. Но самое главное, это на долгие-долгие годы, как память, как история. Работы Надежды Петиной хранятся в областном музее ИЗО, в Третьяковской галерее, Суздальском, Красноярском, Курганском и Севастопольском художественных музеях. А ее мастерская в Оренбурге в ближайшее время станет центром притяжения ценителей искусства. Планируем действительно вернуть этому месту славу, место встреч творческой интеллигенции, место общения, образовательного места, где можно и навыки какие-то подчерпнуть, и интересно провести время. Уже осенью здесь проведут первые экскурсии для школьников и студентов. А впереди ремонт и создание большой музейной экспозиции. Татьяна Штылер, Семен Воробьев, Новости дня. Браконьерство, пожар и ряд крупных ДТП с летальным исходом. Длинные выходные в Оренбурге привели сразу к нескольким несчастным случаям. Самые громкие и резонансные в нашей традиционной подборке происшествий. Пожар во дворе многоквартирного дома. В Оренбурге на улице Джангильдина загорелся автомобиль. Машина была припаркована у подъезда многоэтажки. На месте работала бригада спасателей. Огонь удалось ликвидировать для того, как он перекинулся на соседнее авто. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. А вот в ДТП на трассе Оренбург-Орск жертву сбежать не удалось. Авария произошла в районе села Каменноозерное. Водитель грузовика сбил 79-летнюю пенсионерку. В результате женщина-пешеход получила серьезные травмы. Она скончалась до приезда скорой помощи. Полиция по данному факту проводит проверку. И еще одно ДТП на востоке области. Там ВАЗ-12 модели столкнулся с большегрузом. Предварительно установлено, что 23-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате удара с грузовиком машину отбросило в пювет. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его 20-летняя пассажирка с переловом позвоночника госпитализирована. Незаконная ловля. В Кваркинском районе сотрудниками полиции задержан 40-летний житель села Уральское. По версии правоохранителей, мужчина рыбачил на территории Реклинского водохранилища с помощью сетей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». 12 июня в День России участник Великой Отечественной войны, ветеран общества «Газпромдобыча Оренбург» Хабибулла Ахметович Байтеев принимал поздравления с 95-летием. С подарками и добрыми пожеланиями в гости к имениннику приехали коллеги. В 30-е годы маленький Хабибулла пережил страшный голод. Когда на страну напал враг, он ввался на фронт. 18-летним парнишкой прошел боевое крещение. Прошел Чехословакию, Австрию, был личным водителем маршала Конева. После войны работал на автотранспортном предприятии, которое обслуживало Оренбургский газовый комплекс. Знаем все ваши подвиги, помним. Мы надеемся еще много лет иметь возможность к вам приезжать и лично вас поздравлять. Несмотря на то, что пришлось пережить Хабибулла, Ахметович полон оптимизма и планов. Ветеран помогает предприятию в патриотическом воспитании молодежи. Наша книга новая вышла, нам доверена память. Новый выпуск Хабибулла Ахметовича. На досуге почитайте супруги, посмотрите. Очень интересная книга. В жизни Хабибуллы Ахметовича было немало ярких страниц. Но сильнее всего в память врезалась война. Особенно форсирование реки Одер. Подошел к берегу, крайне дерево встал. А то в это время пуль пух возле моего глаза. Снайпер стрельнул в меня. Значит, предупреждаю, что не лезь дальше, я сейчас меня прибью. За Одерскую операцию Байтеева наградили орденом Ленина. Новые заслуги отметили орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью за отвагу. Человек 95 лет. Судьба сложнейшая. При этом всегда сильная. Это та сила поколения, которая спасла нашу страну, выиграла Великую Отечественную, победила в Великой Отечественной войне. Ежегодная возможность его поздравить мы считаем почетной миссией. Супруга ветерана заметила, что у менинника есть девиз «Дожить до ста». Этого мужу она и пожелала. Очень добрый, очень умный, очень работящий. Он не сидит без дела. Он с утра встает, и я пока туда-сюда, он уже там что-то делает. Любящий. Движение в жизнь. Побольше бы таких людей было. Юбилей ветеран планировал отметить широко. Так бы и произошло, если бы не коронавирус. Но он не унывает. Решил перенести торжество на более поздний срок. А пока весь в делах. Садится за руль и лихо выезжает из гаража. В отительскому стажу 76 лет. Права действительно до 2028 года. Астасия Синченкова, Наталья Анисимова и Денис Сарбаев. Новости дня. В завершении о спорте. Считанные дни остаются до возобновления чемпионата России по футболу. В преддверии рестарта клубы премьер-лиги проводят товарищеские матчи. У соперника Оренбурга по ближайшему туру, московского локомотива, таких матчей два. Сначала с земляками, динамовцами. Территориальное и игровое преимущество железнодорожников, тем не менее, приносит только ничью. У локомотива нереализованы пенальти, попадание в штангу и другие опасные моменты. Но в итоге 1-1. После длительной паузы ожидаемо вязкий футбол. Много борьбы и замен. В минувшее воскресенье у москвичей получается получше. Контрольный матч с Тамбовом завершается минимальной победой 1-0. Причем без лидеров. Мирончуков, Баринова, Жемалединова и Кверквелли. Наибольшей активностью на поле выделяется Рыбчинский. Он закономерно становится автором единственного гола и считает, что к матчу с Оренбургом команда подойдет в 100% готовности. В других товарищеских встречах динамовцы громят Спартак 4-1. Гол Дзюбы приносит победу Зениту на Дуфой. А прямые конкуренты Оренбурга, Рубин и Крылья, дважды играют между собой в ничью 1-1. Анатолий Единич, Маргарита Бакирова, Новости дня. На этом все. Вернуться к обзору событий можно на сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в эфире.